МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Номер пять. И вот тут я уже новую. Цитата, настоящая медицина, это природа, которая лечит, а вся прочая медицина, ее служанка. И очень часто лучшее лекарство, это обойтись без него. Великолепные слова, пронесенные Гиппократом, за несколько тысяч лет назад. Значит, с Днем Победы. Вот я стою как раз здесь. На крейсере. Это фотография в Севастополе сделана. Значит, в Майлона рекомендует. Далее мы разбираем, что за пища молока. Общее представление о молоке, о свойствах молока, их изменениях, о компонентах молока. То есть такая большая статья. И сейчас, к сожалению, так как трудно уже городскому жителю купить молоко из-под коровы, которая, естественно, паслась где-то на лугах, а не стояла там в стойле, не ела там различные комбикорба. Это большое, значит, большое, большая разница. Когда покупное молоко, естественно, там и обработка его соответствующая, и молоко домашнее, там уже совсем другое. То есть молоко из-под одной коровы, а не молоко нескольких коров, которые все это смешали, там обработали. Состав молока других животных как раз я тут разбираю. В чем разница. То есть мне самому пришлось тут узнавать, образовывать самого себя. Древние вольчеватели молоки и способ его применения. Назависимо от того, животное большое, животное мало, где оно пасется, что оно есть. Естественно, все эти качества переходят и в молоко, и оно тогда обладает, допустим, свойством там лечить простуду. А это не лечит простуду, а больше действует на там... Ну, например, вот овечье молоко. Оно жирное и густое, и дает много масла и сыра. Помогает при язве кишечника, усиливает половую силу. Помогает при отравлении всеми видами ядов. Улучшает цвет лица и укрепляет мозг. Уступает действию козьего молока. Негодица для человека вызывает в животе урчание и колику. А вот козье молоко, интересно, а в чем его особенность? Природа его уравновешена. Помогает при простуде, кровохакане, язвах легких и горла. Болезнь не всегда личного нерва, которая возникает от сухости. Говорят, что козье молоко вредно для живота, ибо коза поедает листья деревьев, которые обладают вяжущими свойствами. Но оно полезно для желудка, помогает при застарелых лихорадках и поносах, так как коза поедает горькие травы и больше скачет, чем пасется. Видите, как интересно, древние преподнесли это знание о козьем молоке. При застарелых лихорадках и поносах. Горькие травы. Застарелая лихорадка и понос чаще всего у нас возникает от того, что уже мы запустили микрофлору вредную в нашем кишечнике, она укоренилась, и в результате уже пришла в хроническое состояние. Так вот, когда, видите, мы употребляем молочко с горчинкой, которое подавляет деятельность микроорганизма, кстати, я даже то, что сейчас говорю, я это не описал здесь, поэтому я подчеркиваю особо. Получается, что тем самым мы оздоравливаем микрофлору нашего кишечника, укрепляем, с ее выздоровлением укрепляется иммунитет, естественно, возрастает наша жизненность, и исчезает вот эта лихорадка, лихорадка, подъем температуры, от того, что микробы просто-напросто размножились в нашем кишечнике и вызвали отравление. Вот, организм вынужден поднять температуру, чтобы это отравление, эти токсины пережечь. То есть, функция подъема температуры, функция лихорадки, что она пережигается, открываются поры кожи, и человек потеет, выбрасывает все это такое. А это мы можем козьим молочком убрать. Понимаете? Далее, далее, остановимся на этом подробно. Полезнь неседалищного нерва, которая возникает от сухости. Мы вообще-то, вот понимаете, это только можно понимать, когда человек уже в возрасте, который пожил, вот, ну типа я. С возрастом у нас происходит усыхание наших мышц, связок, сухожилий, суставов. Вроде бы мы так можем даже и поправиться, но количество воды, вот той, которая нужна, оно становится меньше. И в результате, в результате у нас от этого усыхания, седалищный нерв у нас идет как раз там в больших таких мышцах, где много сухожилий, вот, начинает стягивать и давить, и тянуть, понимаете, мышцы укорачиваются. Сухость, это, помните, вот как земля высыхает, она вот так вот становится. Была ровная, стала вот такой. Так вот, оказывается, надо, надо наш организм вот размягчить, чтобы ткани были, не высыхали, не сжимались, ничего не сдавливали. И в частности, в частности, было замечено, что козье молоко на это влияет. Видите, какая удивительная вещь. Дальше разбирается, там, молоко кобылиц, и так далее, и тому подобное. Это все вы можете прекрасно почитать в пятом номере за пятнадцатый. Очень интересная информация. Иногда сам вот перечитываешь и, ну, как бы сказать, вот вникаешь. О, ты смотри, да это ж надо тебе. Потому что, когда, допустим, мне было там сорок лет, я не сталкивался с тем, что вот идет такое высыхание, что даже ногти, ногти становятся, знаете, ломкими. Ты их стружишь, они не стружатся, потому что нету эластичности, а ломаются. Это уже коственное указание на то, что нету достаточно влаги в организме. Поэтому тут будут зажиматься и седалищные нервы, и спина болит, и много-много других вещей. А как от этого избавиться? Пожалуйста, есть. Так, познавательно-практически. И вот мы подошли, я много слышал о пищевой соде, но решил с этим самостоятельно разобраться. Что? Что она там делает в организме? Вот. И вот как раз пищевая сода. Вот она, целая у нас. Оглавление. И по нему я пошел, пошел, пошел. То есть, большая такая статья. Кстати, я и пропил эту соду. Получил очень интересные такие вещи. Думаю, сейчас еще. Тут вот такие сложности. С различных позиций рассмотрена вот эта сода. Как ее правильно применять? Ну, не столько важно, будем говорить, правильно применять, а сначала важно понять, для чего ее применять. Что она может сделать? А потом уже далее, мы уже начинаем ее применять. И как ее правильно применять? Вот видите, воспалительный процесс и его особенности. Разобрались, что там делает. Пищевая сода, свойства применения. Ощелачивает организм. Значит, кто они еще пристал? Пищевая сода при отравлении. И так далее, и так далее. Советы по приемам. То есть, большая статья. Чистка пищевой соды от паразитов. Читал, что если ты там делаешь клизмы с пищевой содой, то листы вываливаются, мол, там клубками. Пищевая сода против рака. Вот такие вот. Голодание на содовой воде. Очень интересно. Александр Агулов. Ой, вот тут. Авиценна, что пишет. То есть, это уникальная статья, которая изложена в этом. Что говорят, говорят, эзотерики о пищевой соде? В заключении великолепная статья. Я вообще, знаете, иногда горжусь тем, что я сделал действительно хорошую вещь. Просто нужную, хорошую разобрал. И вот, в частности, о пищевой соде. Ну, время мало, не успели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова